Далеко не каждый может позволить себе большой дом от 100 квадратных метров с тремя спальнями, а кому-то и вовсе хочется иметь свой уютный домик и не тратить много сил на уборку и денег на отопление. Я приветствую вас на канале Стройпрогресс 31 и сегодня мы сделаем обзор небольшого, но очень симпатичного одноэтажного дома с двумя спальнями площадью всего 65 квадратных метров. Этот проект отлично подойдет для строительства на небольшом дачном участке или при ограниченном бюджете. С учетом постоянного роста цен на строительные материалы мы решили уделять больше внимания домам небольшой площади. При своих скромных размерах этот дом может похвастать наличием полноценной котельной, просторной ванной, столовой зоной и гостиной с выходом на террасу. Построить этот дом можно из любых стеновых материалов. При дорогом газобетоне можно использовать керамзитоблоки, а в качестве перекрытия используются деревянные палки стандартного размера. Мы максимально скомпоновали расположение коммуникаций и обошлись всего одной несущей стеной, что также скажется на экономичности постройки дома. Рекомендую подписаться на наш канал, ведь каждую неделю мы готовим для вас новый проект дома, и возможно именно он окажется домом вашей мечты. Мы не первый год строим дома и готовим наши проекты так, чтобы строить по ним было легко и понятно. Каждый этап строительства расписан, а размер указан. В каждом проекте уже рассчитан объем строительных материалов, что позволит вам закупить все заранее и зафиксировать стоимость строительства. Также мы можем подготовить для вас проект инженерных коммуникаций. В инстаграме вы можете посмотреть планировку представленных здесь домов, а во Вконтакте наблюдать за строящимися нами объектами. Также у нас есть второй канал непосредственно о строительстве. Приобрести готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте. Ну и по традиции давайте начнем с наружного обзора. Мы выполнили этот дом из газобетонных блоков и облицевали кирпичом. При желании можно использовать, например, керамзитоблок плюс утеплитель плюс кирпич или выполнить оформление из декоративной штукатурки. Вы можете обратить внимание на вот эти вот рисочки на углах. Мы специально не делали углы сплошные для того, чтобы была дополнительная связка кирпича. Здесь можно использовать хоть стандартный силикатный кирпич и темные углы. Это графитовый кирпич керамический или, например, могут быть фаготные ставки. Правый фасад дома у нас здесь полностью глухой. Это сделано для того, что если у нас, например, узкий участок и маленький по площади, то мы сможем спокойно без зазрения совести ставить здесь забор высокий, а окна спален у нас выходят на передний и на задний фасад. При желании дом можно отразить, например, зеркально. На задний фасад у нас выходит окно спальни и окно из кухни-гостиной. Пусть дом и небольшой, но отказываться от террасы, конечно, не стоит. Тем более, если такой дом строит, например, пожилая пара, то сидеть на террасе, читать книгу, пить кофе, дышать свежим воздухом, я думаю, многие об этом мечтают всю жизнь. На левый фасад дома у нас выходит окно, опять же, из кухни-гостиной и окно из санузла. Мы не пренебрегаем окнами в санузлах для того, чтобы у нас был там естественный свет. Это намного удобней и не заставляет вас включать лампочку каждый раз, когда вы заходите. Перед входом в дом мы выполнили крыльцо. Оно вот такое простенькое, но это, опять же, обусловлено экономичностью. Сделать такое крыльцо намного проще. Оно плоское и укрывается тем же материалом, из которого вы делаете крышу. В принципе, крыльцо у нас здесь сделано из легких металлоконструкций и выстилаться это все может даже террасной доской. Но это уже зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Мы заходим в дом и попадаем в прихожую. Справа у нас здесь есть место, чтобы поставить шкаф, чтобы поставить, например, трюмо, куда можно повесить одежду. А первая дверь налево это котельная. Котельная у нас также может использоваться как кладильная или как постирочная, но на практике котельная всегда используется и как кладовая. Никто не использует котельную просто для расположения котла. Здесь под котлом, под бойлером есть место для обустройства фильтров и прочего. Также удобно можно, не заходя в дом, брать что-то в котельной, какие-то вещи, которые вам понадобятся на улице и сразу выходить. Теперь давайте пройдем в жилую часть. Здесь у нас по правую сторону большой гардеробный шкаф встроенный, можно здесь хранить вещи какие-то зимние. А по левую сторону санузел, чтобы вы зашли и могли сразу, например, помыть руки. Это полноценная ванная, приличной площади и мы оставили здесь вот такую нишу для расположения стиральной машинки. В принципе, площадь позволяет сделать этот санузел даже раздельным, но это уже индивидуальные предпочтения. По правую сторону у нас здесь зона спален, а по левую сторону дневная зона. Первая спальня у нас рассчитана как родительская спальня. Здесь стоит большая двуспальная кровать, помещается большой шкаф и окно у нас выходит на передний фасад на улицу. Из практики мы поняли, что не всегда такие дома и выбирают, например, молодые семьи. Часто люди пожилого возраста хотят иметь также две раздельные спальни и это является обязательным условием для таких домов. Вторая спальня у нас примерно такой же площади, здесь также огромный шкаф, еще больше даже, и помещается рабочий кабинет. В любом случае необходимо место, где можно уединиться и сидеть спокойно заниматься своими делами. Ну а теперь давайте рассмотрим кухню и гостиную. Мы не стали делать здесь коридор, и это пространство у нас использовано для гостиной. У нас здесь располагается большой телевизор, нужно поставить стенку, стоит диван, стол обеденный, где можно сидеть и обедать спокойно, и кухня. Кухня небольшая получилась, но тем не менее здесь есть место, где готовить еду, где нарезать ее, где мыть посуду и еще хватает рабочих поверхностей. При желании здесь можно организовать кухонный островок, но я думаю, для такого дома больше подойдет обычный стол. Это пространство получилось также светлым за счет наличие окна большого и вот такого окна с выходом на террасу. Терраса получилась приличного размера. Здесь у нас и стол располагается, и диван. Можно при желании поставить кресло. Ну а теперь давайте поднимемся повыше и рассмотрим планировку этого дома с более привычного ракурса. Друзья, на нашем втором канале вышел большой обзор дома с довольно интересной планировкой. Мы поговорим о нюансах его строительства, прогуляемся внутри и возьмем интервью у его хозяев. Будет интересно. Видео доступно по ссылке в описании. При входе в дом мы попадаем в прихожую 4 квадратных метра. Слева дверь в котельную 4,5 квадрата. Площадь обеих спален равна 12,5 квадратным метрам. Ванная 6 квадратов. Кухня-гостиная 22 квадратных метра. В доме всего одна несущая стена, а все коммуникации сосредоточены в одной зоне. Если для вас решающее значение имеет практичность и рациональное использование площади, можно увеличить площадь дома без существенного удорожания строительства, а в дополнительном пространстве организовать еще одну кладовую. Вторую версию проекта мы также добавим на сайт. Вот такой проект небольшого и простого одноэтажного дома. Я надеюсь, вам было интересно и вы смогли подчеркнуть для себя какие-либо идеи. Не забывайте оставлять комментарии, понравилось ли вам такое решение по кухне-гостиной и хотели бы вы жить в таком доме. Мы желаем каждому нашему зрителю иметь возможность и построить именно тот дом, о котором он мечтает.